А сегодня у нас долгожданный выпуск как раз про проблему станка. Так, нет, вот этого вот нет. И со мной Леонора Богданова, которая решит любую проблему. Ну, в принципе, очень даже есть моменты. Очень многие подписчики пишут, ну вообще люди, занимающиеся про корпус, это действительно проблема. Нам, взрослым, его никто не ставит, как вам детям ставят. Но это такая долгая и странная история Бенджамиля Баттона. Да, да, да. Но единственное, что я могу сказать, самая распространенная ошибка, я это точно знаю и по себе, изначально у меня было тоже. Прогиб поясницы, да. И ты делаешь все на пояснице, вот у меня она не болела, но это же прям очень... Это, конечно, это перегиперлордоз такой, который потом дает о себе знать при определенной нагрузке. Ну, давайте, давайте разберем, давайте исправляем. Хотя пытаться понять, как это исправить. Конечно. Вот у Маши больше здесь... Давай чуть-чуть, да. Угу, пальманчик встанем. У Маши это более выявлено, чем у Алина. О, Алин, так же встанем и сейчас будем показывать. Я буду тут смотреть. Молодец, хорошо. Смотрите, когда мы отклячиваем таз, вот расслабь, у нас подвздошные кости уходят назад и образуют вот здесь вот такие вот выемки. Это неправильная постановка корпуса. Для жизни красиво все идеально, замечательно. Но балет – это чуть-чуть другая история. И поэтому нужно эту эстетику нам с вами. Да. Ну вот смотри, что ты делаешь. Ты просто поджимаешь ягодицы, все правильно подаешь крестец вниз, все верно. Подаешь подвздошные кости наверх, но грудной отдел, видишь, он округляется. Тут есть такая история. Мы с тобой вот нижнюю часть удерживаем и работаем пока только ей. Поднимай подвздошные кости наверх, зажимай ягодицы, вытягивай еще сильнее крестец вниз, а грудной отдел поднимай за макушкой наверх. Вот. Другая история. То есть, когда мы с вами стоим у станка и делаем движение, про вот это положение, про вот эти прямые линии под подвздошные кости и хорошо втянутые ягодицы нельзя забывать. Тогда ваша поясница будет в безопасности. Это надо контролировать. Мышцы начнут правильно работать, и вы будете даже об этом не думать потом. То есть проверять легко, вот искать, нет ли здесь ямочка, да? Нет же здесь вот этого вот провала. Да, если есть, значит неправильно. Подтягиваем вперед и вытягиваем еще грудной отдел. Далее. Вот у Алины здесь вот прям вот прямая поясничка. Алина, расслабься. Вот. Хорошо, есть небольшой прогиб. Есть небольшой прогиб. Еще подтянись. У всех строение разное, индивидуальное, и, конечно же, от этого степень лордоза мы тоже, да, должны наблюдать. Вот, Маш, ну совсем другое дело. Конечно же. Чувствуешь? А вот теперь расслабься. Вот. И она вышла хорошо, так красиво, наверх. Ну-ка, давай-ка еще раз. И колени прямые еще, обязательно. Вот, другое дело. Эля к нам с деньгами пришла? Да, я к вам пришла с деньгами неспроста. Не за ваш труд и работу буду деньги выдавать, а для пользы. Очень часто, когда отстраиваем положение рук, бывает так, что кисти мы про них просто забываем. И часто вылезает вот этот вот класс, либо крабик, как угодно его, да, как угодно можно назвать. Что же делать с этим большим пальцем, чтобы он потом не выглядывал там, где не надо? Ведь, когда мы начинаем делать какие-то трудные движения, у нас приходит наше внимание совсем на другие места и ощущения. А большой палец предательски вылезает наверх. Итак, чтобы сразу же приучить себя удерживать большой палец рядом с третьим, со средним пальцем, я раздам девочкам такие монетки, обычные монетки, которые большой палец зажимает на средней фаланге третьего. Держи. Пам. Средняя, ага. И пам, и пам. Вот сюда вот. Да, есть. И вот оно положение, правильное положение кисти и пальцев. Палец большой, длинный, да. И все остальные свободны. Поднимите ручку раз и откройте во второе. Вот. Ну, можете всегда так заниматься, в принципе, с монеткой. И прыгать тогда. И прыгать очень, да, очень помогает это ощущение. Потом вы запомните монетку, берете и палец будет на том месте, где надо. Если вы занимаетесь классом балетным, вы можете прям брать монетку. Я думаю, все педагоги будут за этот способ. Потому что это также используется в балетных училищах. И себя правильно выстраивать. У меня возникла шутка, как при помощи двух монеток и кнопки. И кнопки канцелярской. И справить все ошибки на столке. Да, все просто подручные средства. Вот теперь я уберу монетку. И вот она, кисточка. Впоследствии, вообще, детей учат прижимать большой палец к среднему. Но уже в более старшем возрасте остается вот такой воздух между средним и большим пальцем. То есть мы монетку убрали, и воздух остался. Все. Пальчик, длинная косточка у него. И он удлиненно держится так, как надо. Ну-ка, отдайте деньги мои. Все это, конечно, хорошо. Но я знаю, что когда начинается самоупражнение, то все это намного сложнее удержать уже становится. Конечно. Следить за этими ошибками. Все верно. Надо все держать. Мы не только вот встали, хорошо подтянулись, красиво. И потом, когда начали делать движение, мы все это убрали. Нет, это вот ваше состояние перед той же комбинацией. Вот вы встаете. Почему вы встаете? Руку берете в подготовительную позицию. Потому что вы показываете, что вы готовы делать движение. Для этого нужно все подтянуть, поставить и так и держаться. В этом-то вся и соль. Хотя, когда вы уже стоите, да, уже чувствуется как-то так уже прям серьезно и тяжеловато. Локоть опускаем. И следующее наше движение – это батман-тандю. Второе движение у станка. И есть у нас три направления открытия батман-тандю. Начнем с направления вперед. Итак, здесь все очень просто запомнить. Исполнить, конечно же, труднее, но запомнить намного легче. Итак, разделяем стопу мы с вами. Подожди, подожди. Разделяем стопу на пятку и пальцы. Как ты думаешь, чем мы откроем ногу вперед? Пяткой или пальцами? Пяткой. Пяткой. Все верно. Потому что... Начинай. Отдавай вес мне на опорную ногу. Ножку оставим. Вот она, пяточка идет вперед. Пальц запаздывает. И на пятку мы сюда поставим стаканчик воды, и он не разольется. Вот она. А теперь покажи, как вы открыли мы вперед ногу носком. Все, и выворотное. И выворотное наше положение. Все, оно исчезло. То есть смысла, да, нет? Так как в болете все выворотно и канонично, есть вот эти правила. Дальше. Вот мы правильно открыли ногу. И еще момент. Вес за ногой, перенеси, не переносится. Вот это прям очень важно, иначе у вас будет вес между ног, и дальше ногой будет все делать невозможно. А дальше там наверх ножку надо поднять на воздух, удержать. И чем же мы ее закроем? Расскажи мне, пожалуйста, пальцами или пяткой? Пальцами. Пальцами. Начинай. Отводить пальцы. Вот. Вот посмотрите, как правильно она делает. Алина, молодец. Давай, закрывай, 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 закрывай. Только, да, по полу, не крючь. И закрывай. Исполни сама. И раз. Еще выше пяточка, пальцы дотянуты. И закрывай. И два. Вот оно правильно, исполнение батман тандю вперед. Итак, мы открываем ногу пяткой и закрываем пальцами. Теперь мы с вами сделаем по направлению назад. Когда мы открываем батман тандю назад, мы очень сильно следим вот за вот этими прямыми нашими местами. Это прям очень важно. Удерживаем. Не проваливаем таз назад. И нога у нас будет открываться не вот отсюда, не от верха спины, а из-под ягодицы. Представьте себе, что нога начинается вот здесь вот. Итак, как мы разделили нашу ногу на пальцы и пятка, что же мы делаем с вами назад? Чем откроем назад? Пальцами или пяткой? Точно? Давай пяткой откроем. Открывай пяткой. Пальцами сейчас открываешь. Вот если открыть пятку, это неверная история. Вот пятка будет наверх. Она первая пойдет, и у нас будет невыворотная нога сзади. Закрывай. Ты правильно все сказала, я тебе ввожу в заблуждение, так, чтобы ты запомнил. Давай-ка мы с тобой попробуем. Начинай пальцами открывать ногу. Отводи. Вот. Назад, 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 назад. Вот они пальчики. Удлиняйся. Не разворачивай бедра. И если посмотреть на ногу в профиль, то пятки у нас не видно. Вот она спрятана. Не крючь пальцы и освободи ногу. Вес переносишь. Опять вытягивай. Дай-ка. Нога свободная, свободная. В любой момент надо ее поднять. Вот. И чуть-чуть прикасайся пальчиком большим. И здесь уже очень много ошибок. Я, кстати, наговорила, что вес переносится на рабочую ногу. Это нельзя делать. Что пальцы упираются в пол. Это тоже нельзя делать. То есть тут об одной ошибке в батман-тендю в принципе говорить сложно. Тут это вот такой комплекс. И надо все вот это. А в батман-тендю идет все потом. Все. Все потом, конечно же. Неправильно в батман-тендю можно уходить из зала. А еще я можно скажу тоже не вот не у Маши, а вообще я тоже вижу часто у девочек, когда они вот так открывают ногу. Вот ошибка. Перехлёст. Смотрите, по направлению все просто. Особенно назад. Вперед как-то еще проще, а назад ноги почему-то и начинают. А назад у нас с вами вот какая история. Сейчас мы проговорим еще, чем мы ее закроем. Так, если мы открываем пальцами, погоди, то закрываем пяткой. Все верно. Давай-ка. Расслабляй пальцы. Не крючь. Расслабляй. И закрывай. Вот. Отлично. Даже когда мы закрываем ногу в первую позицию, в любую позицию с батман-тендю, своды не должны лежать на полу. Это еще одна ошибка. Ну-ка, давай покажем. Открывай. И теперь смотри, сводом пройдись. Вот видишь, что получается? Это неправильно. А правильно, открывай назад. А правильно, когда свод у нас с тобой поднят. Вот. Другое дело. Поняла? Вот. Что касается направления. Направление чаще еще зависит от позиции. С какой позиции мы открыли ногу. Если из первой позиции мы открываем ногу назад, то она будет по плечу. Ну-ка, открывай. Раз. Вот она. По плечу. И, естественно, если мы из первой позиции заведем ее непонятно куда, у нас и бедра уйдут, и корпус, естественно, будет неправильный. Закрывай. А из пятой позиции, закрой ножку назад, правую, левую, назад, пятая позиция. Ну-ка, хорошая пятая позиция. И, кстати, своды даже подняты. Лучше, чем первая. Не поняла. Она притворяется. Притворяется. Специально показывает ошибки. Это балерина. Списала. Точно. А из пятой, вот из пятой она будет четко напротив пятки. Ну-ка, открывай ножку назад. Вот она. Да. Открывай, 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 открывай. носок напротив пятки вот и здесь уже будет такое легкое ощущение перекреста и опорное плечо к пятке вот вот тогда правильно пяточку и дотягивай дотягивающего на столб свод о и закрывай в пятую то есть ощущение ноги за плечом это тоже очень важный момент надо себя чувствовать а когда ты из 5 то ты ощущение ведешь по пятку и натане мы покажем положение batman тендю в сторону как же его открывать у меня плохо получается кстати правда что она не очень я так давайте-ка проэкзаменуем татьяна не буду стараться давай-ка и раз обычно вот так то есть я пытаюсь когда быстро делаешь когда медленно да когда быстро начинает не естественно но естественно когда прибавляется темп качество движения часто уходит к сожалению надо за этим следить давай мы с тобой откроем и карте чтобы было видно вот первая позиция сводики кстати расслабь расслабь стоп вот не крюч не крюч есть начинаем открывать ногу вот этим местом подъемом давай так очень хорошо дотягивай пальцы до предела ощущение что пятка смотрит не на эту пятку а аж вперед но не за счет опорного бедра если ты все все время будешь думать что твоя пятка работающие больше чем выворотная то у тебя будет все верно все ровно будет выворотная нормально и опять же не упираемся в работающую ногу нога постоянно должна быть свободной вытягивайся на опорный бедре как можно выше подтягивая ягодицу опорную и закрываем ногу внутренней поверхности через расслабленные пальцы положение batman тендю в сторону это пятка по направлению напротив пятки но выворачивая ее в бедре можно поднять показать вот нога естественно раскрывается от тазобедами от бедра чем ты больше выворачиваешь тем правильнее она у тебя будет выглядеть вот такой вот небольшой лайфхак еще вот я вижу кстати не знаю на себе все хочу с ней поставить камеру телефон вот так я снимаю тоже иногда своих я увидела у тебя за да было бы а я никогда так не снимала и я вижу других девочек многие начинают вывали не знает завал хорошие девочки которые занимаются давно который хорошая форма это отчего расслабленные опорные ягодицы и также бог то есть нет ощущения опорной стороны вот здесь должно быть очень сильно не расслаблять себя в сторону как проведение постоянно наверх проверить чтобы от середины стопы вот так вот и по опорной части была ось можно проверить и выть вот если мы поднимаем ногу просто да и заваливаемся все на станок значит все неверно подтягивайте ребра наверх и сильная ягодичка давайте встанемся на batman тендю в сторону открывайте алин завалилась вот и все нога должна быть длиннющая от бедра но не за счет подсиживания а за счет распускания бедра в длину вот и сократите стопу а отпустите руку подтягивайте балансик вот хорошо удлиняющий больше еще вот тут вот тени наверх хорошо алин чуть-чуть съехала тенись наверх больше ушла сейчас весом в пальцы уйди в свод вот сюда да но другое дело а вот от этого положения все вращения потом уйдут уйдут вот сюда вот будем заваливаться это важно то есть когда вы берете да вот вращение после вас не должно быть вот этого момента вас ось уходит представьте что вы глобусы у вас есть вот этот вот палочка до внутри чтобы крутиться вот у вас ось идет через опорную ногу и удлиняются тогда все будет верно то же самое на любые движения на одной ноге на все на баланс не вываливайте опорный бок опорную сторону вниз все ну что я предлагаю сегодня ограничиться этими ошибками пусть все проверят себя и те кто недавно занимается и те кто давно занимается это очень часто уходит техника и все время как будто начинаешь сначала даже часто балетных театрах в театрах дают балетный класс очень медленно как в первом классе чтобы проработать все ошибки и устаешь еще больше больше ощущений поэтому очень полезно вы пишите в комментариях какие еще вы знаете ошибки может быть мы что-то забыли упустили скорее всего потому что их очень много если честно ошибок больше чем правильности и продолжим такие выпуски в дальнейшем возможно будем усложнять станок и конечно другие уже ошибки но все равно все начинается с азов если начинать правильно делать упражнения то в дальнейшем меньше будет ошибок конечно потому что с азов все начинается и все по усложнению все идет наверх подписывайтесь на канал оставайтесь с нами любите балет танцуйте танцуйте весны всем пока пока